Касательно роли ФСБ, на мой взгляд, укоренилась несколько ошибочная оценка роли ФСБ. В том плане, что в военной плане координации ФСБ может играть большую роль. Но с военной точки зрения ФСБ не может командовать воинскими частями хоть тресни. При желании можно. При желании можно и Адама Кадырова назначить командующим операцией. Но это я, естественно, иронизирую. В целом же военные задачи все равно решают сугубо военные. Так как действия происходят на территории Курской области, то там задействованы гражданские власти, ФСБ. Силы ФСБ, кстати говоря, пограничные войска это тоже ФСБ. Так вот, они тоже являются каким-то компонентом силовых структур. Но мне очень сложно представить, что в итоге в вопросах военного командования оборонительных операций, так и на операции наступательных, а они планируют рано или поздно наступательные операции, слово будет за ФСБ последнее. То есть все равно слово будет за военными. Очень большую роль будет играть то, как именно Путин пожелает быть замешанным в этой операции. То есть мы слышали уже о том, что есть его личный представитель Дюмин, которому он как советник немало доверяет. Хотя тут тоже вопрос. В последних назначениях он должности какой-то красивой реальной должности не получил. Впрочем, может быть, ему и должность такая не нужна. Важно быть ближе к телу, что называется. Так вот, он направлен в качестве такого координатора и, возможно, ему вообще принадлежит основная или должна принадлежать основная роль, может быть, не в военном планировании, но в том, что он появляется глазами и руками Путина на месте. В общем, все у них не совсем понятно и не совсем точно, ясно. Но я бы не преувеличивал роль ФСБ во всем, что касается главнейших военных раскладов. Ну а касательно того, что там ФСБ может предпринять или не предпринять против Путина, до сих пор Россия, если не считать исключением, вернее, считать исключением Пригожинский мятеж, то все силовые структуры России до сих пор отнюдь не демонстрировали себя какими-то самостоятельными игроками, которые способны выступить против президента, которых способен созреть. Я констатирую факт. Созреть какой-то масштабный заговор. Ведь когда мы говорим о том, чтобы кто-то, например, такая структура, как ФСБ, либо армия, либо что-то взяла что-то в свои руки, либо попыталась пойти на далеко идущий шаг, что является необходимым условием? Широкомасштабный заговор. Когда заговор всего нескольких человек, и они пытаются кого-то использовать в темную, это история показывает, что это провальный рецепт. То есть непровальный рецепт – это широкий заговор. Но широкий заговор в нынешней России, при нынешних обстоятельствах, еще и в той самой структуре, самой, что ни на есть путинской, я очень скептически отношусь к такого рода сценариям. Скорее, мелкие заговоры небольших групп лиц и, как правило, не имеющих отношения к тем, от кого мы сейчас обсуждаем. Да, возможны заговоры, желание выступить против власти, но они не имеют доступа, что называется, к рычагам, благодаря которым можно что-то совершить. Так что с заговорами придется подождать. Тут интересный пример. Многие Россию любят сравнивать с хунтами Латинской Америки с 70-х, 80-х годов. Скажем так, не с хунтами, а с режимами Латинской Америки, например, в стране коррумпированности и так далее. Вот чем Россия отличается однозначно от тех режимов Латинской Америки? Это то, что там с легкостью происходили военные перевороты и разного рода военные клики были серьезными самостоятельными игроками, отбившимися от рук, что называется. Вернее, у этих рук никогда не бывшими. А в случае с Россией ситуация обстоятельным образом. Но, тем не менее, Путин все равно переживает. Мы это по косвенным признакам видим. Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Путин повысил уровень охраны, заявил, что система ПВО вокруг дач Путина и вокруг Москвы в последнее время усилилась. Вероятно, это связано и со способностями украинских вооруженных сил, а также, в первую очередь, наших беспилотников. В целом, как сказал Зеленский, в обычных городах, в Курской области, куда мы зашли, мы не увидели там ничего. Да, там есть военные, но ПВО практически отсутствует. Как вокруг, например, дома товарища Путина, как вокруг Москвы. Последнее время мы видим, что их стало, ну, систем, да, еще больше. А вот тут чего Путин переживает. То есть, ну, беспилотники, ну, что они, какой они сильный? Вряд ли, скажем так, бункер Путина они каким-то образом достанут. Не менее усиление, мы это видим. Кстати, тоже, Давид, интересно, давненько что-то по Москве, уже по центру Москвы украинские беспилотники не прилетали. Во-первых, как вы думаете, почему мы этого давно не видели? Во-вторых, с чем связываете повышение вот этого уровня систем противовоздушной обороны вокруг дач Путина и вокруг столицы российской? По поводу охраны Путина вопрос интересный очень. Мне любопытно, скажем так, в демократических странах уровень и режим охраны президента или первого лица решает, как правило, здесь сам президент, конечно, может кое-как в это вмешаться, но, в принципе, решает самостоятельно служба безопасности или службы безопасности в рамках того, какие угрозы, чего опасаться и так далее, и так далее. В такой стране, как Россия, естественно, Путин волен решать сам, в буквальном смысле, что ему там благорассудится, если он вмешивается в этот процесс, например, решает, что я хочу такую-то, такую-то, защитите меня от такого-то и такого-то, никто, естественно, ему не может помешать, и это будет сделано. Происходит ли это на самом деле, я не знаю, либо, наоборот, служба его охраны, ФСО или Министерство обороны сами проявляют инициативу и повышают вот этот уровень. Я предположил, что тут и то, и другое. В общем-то, для тех, кто его охраняет, для них это главная, единственная задача, и ради этого они готовы предпринять все возможные меры в рамках огромных бюджетов, которые у них есть. Так или иначе, меры достаточно серьезные. Мы видим и сопровождение истребителями, мы видим и системы ПВО вокруг резиденции и так далее, и вообще и резиденции, и охраняемость, и поезда, и чего только мы не видим, а мы почти ничего не видим, мы только отчасти вещей слышим. Значит, тут, с одной стороны, резон определенный у них есть. Надо поставить себя на их место, всегда нужно ставить себя на место противника, пытаться рассуждать, как бы мы повели себя. Значит, они могут исходить из двух соображений. Ну, во-первых, у Путина немало противников внутри России. Да, это не на уровне, как мы обсуждали раньше, военных переворотов и танковых дивизий, хотя бы он и Пригожин совершил рейд в своем роде, и это было хоть и не против Путина, но это было показательно. Но противников среди людей, в том числе и тех, в которых может быть информация определенная о местонахождении, и какие-то средства, таких достаточно. Скажем так, несомненно, миллионы людей, несмотря на то, что большинство населения России Путина воспринимает хорошо, несомненно, миллионы людей его не любят или ненавидят. А это значит, причем на серьезном уровне, это значит, что угроза, скажем так, от индивидуальных заговорщиков присутствует здесь и сейчас всегда. Да, наконец, есть угроза со стороны украинцев. Они могут исходить из следующего, что на каком-то этапе украинцы решатся попытаться ликвидировать Путина, например, исходя из соображений известной классической цитаты «нет человека, нет проблемы». То есть, если украинцы решат, что мы убьем, это такое их рассуждение, убьем Путина, и что-то может коренным образом измениться в этом случае, ну, например, придет кто-то новый, кто решит, хватит воевать вообще, что мы наделали, и давайте назад. То есть, такое примитивное рассуждение, что украинцы могут решиться на этот шаг кардинально, убить Путина, причем это, так сказать, в рамках прямой операции, может быть, не прямой. Наконец-то они могут, у них есть и такая вот патологическая осторожность. Они могут предположить, что может где-то и на Западе вдруг решат, что убьем Камы Путина, это Западу, естественно, не свойственно. Но иди знай, они же мыслят и в рамках своей логики, и своей парадигмы, и вообще иди знай, что будет, что вдруг Запад применит, причем какие-нибудь очень интересные средства, и возьмет и попытается ликвидировать Путина. То есть, угрозы, в принципе, есть. Пренебрегать этими угрозами нельзя, часть из них вымышленные и потенциальные, но часть из них вполне реальные или могут стать реальными. Удар с воздуха – это одна из очевидных угроз. Сегодня беспилотник долетает до любого места, крылатая ракета долетает. И Путина, я же не думаю, что он в бункере круглые сутки проводит. То есть, вполне возможно, он в никаких бункерах даже не находится, а находится в обычном своем жилье. Бункеры смысла нет находиться, но это, как бы, в общем-то, довольно несерьезный подход. Значит, это уже на уровне патологии, разве что когда какая-то непосредственная угроза. Так вот, достать могут беспилотниками или ракетами до любого места, по идее, где он проживает. Поэтому меры безопасности здесь объяснимы. Что же касается отсутствия ПВО в других довольно важных местах, так очевидно, Россия – страна большая, объектов множество. Потери ПВО несет очень значительные. Производить системы ПВО новые – это дорого. Одно дело – советские запасы боеприпасов и техники, которые где-то иссякают, а где-то иссякли. Другое дело – новинки. Поэтому тело лидера – это приоритетная цель для защиты. Все остальное второстепенно здесь удивляться не приходится. Но, кстати, Путин Путиным, но, в принципе, защита лидера государства в разных странах, там, где считается, что он под угрозой, тоже приоритетная задача. И на это выделяются серьезные средства и ресурсы. Так что, может быть, там это носит гипертрофированный характер в России, что и неудивительно. Но такой подход, в общем-то, объяснит. Друзья, как вы думаете, увидим ли мы покушение на Путина в ближайшее время? Кто его может заменить? И существуют ли люди сейчас уже, которых вы можете назвать, которые, по вашему мнению, поборются за власть в России? Очень интересные вопросы, на которых у вас явно есть собственное мнение. Поэтому оставляйте его в комментариях, пожалуйста. Будет очень интересно почитать после того, как лайки этой беседе поставить. Еще одна топ-тема, конечно, последних дней – это арест Павла Дурова. И здесь, в России, целая истерика. Мы наблюдаем за этой ситуацией. Симоньян призывает всех удалять все чувствительные переписки, потому что переживает, что Дуров сольет какие-то ключи шифрования или что-то. И западные спецслужбы получат доступ к этим перепискам. Что там такого, кстати, Симоньян может обсуждать, тоже интересно. Может, они там всей толпой в каком-нибудь отдельном чатике, который называется «Путин лох», его обсуждают. И, в общем, она переживает, что это станет достоянием общественности. Кто его знает? Но расстроились и военкоры российские, Z-патриоты, говорят, мол, у нас Дуров – это вообще чуть ли не, как же они его называли, начальник связи, по большому счету. Говорят, огромное количество координации войск, оккупантов, оно шло именно через Телеграм. Меня такие заявления удивили, честно говоря. Что это может значить? Насколько действительно, образно говоря, Телеграм как мессенджер, он вообще там влияет на какие-то военные процессы? Вообще ведутся ли такие переписки через Телеграм? Ну, в общем, как вот расценить такое заявление, что Дуров – начальник связи, мол, если западные спецслужбы получат доступ к каким-то протоколам этого мессенджера, да, то все, там придется какие-то альтернативные пути оккупантам искать? Мне вообще эта ситуация немного странная выглядит, как арест приведет к тому, что у него при обыске, я утрирую, конечно, при обыске у него найдут некий секретный пароль, который вставят куда-то и все переписки читаются. Так это, безусловно, не работает, и вряд ли это может так работать. Значит, его пытались принудить, скажем так, предоставлять определенную информацию по поводу подозрений, когда речь идет о подозрениях в преступных действиях, и, в общем-то, насколько можно предположить, вокруг этого ситуация с его арестом, в какой-то мере вокруг этого и развернулась. Но вообще то, что военные, неважно в какой стране, либо обмениваются серьезной информацией, я сейчас не говорю о какой-нибудь агентуре, про это не раз говорили, что те же российские шпионы в Украине что-то там скидывают по телеграмму, например, своим кураторам с Украины, но, кстати говоря, не обязательно это делать по телеграмму, может быть, сделанной по другому мессенджеру, это не то, чтобы телеграмм был альтернативный. Но в целом же переписка, скажем так, для служебного пользования, или секретная переписка, либо какие-то тактические указания по такого рода мессенджерам. Само по себе использование такого рода мессенджерам, это вообще в любой армии должно быть неприемлемо. В итоге понятно, что есть, скажем так, есть желаемое, есть действительное, может быть, альтернатив нет, и лучше это, чем ничего. В общем, но я к чему веду. Телеграмм, я не знаю этих внутренних реалий у российских военных, я, конечно, слышу об этом, читаю. Кое-что выглядит преувеличением и перегибом. В любом случае, есть и другие мессенджеры, и я не уверен, что с арестом Дурова вот в самом деле ситуация вдруг изменится к худшему для них. В том плане, что до этого, мол, никто ничего не мог услышать и прочитать. Предположу, что кое-где, кое-кто и мог. Но в любом случае, что вот прямо вон какие-то ключи теперь будут встаны немедля, и все пропало, все группы, секретные группы в Телеграме окажутся у противника, то бишь украинцев. А чего тогда, чего тогда так переживают, Давид? Как вы считаете, военкоры? Я думаю, во-первых, кто-то на низовом уровне переживает. В самом деле, есть привычка. Вдруг им рассказали, вот представьте себе, в самом деле, вот Телеграммом они пользуются, и вообще даже невесте, я не знаю, или любовницы пишут по Телеграмму, а вот теперь вдруг он почему-то думает, неважно, правильно или нет, что все, это теперь открыто для вражих глаз СБУ и ЦРУ. Значит, это в самом деле нервирует, это вызывает вопросы, а что же мы можем, а что же мы пойдем, не знаю, не буду сейчас называть других мессенджеров, мало ли, чтобы никого не обидеть, пойдем туда, так это же уже давно по ЦРУ или так далее. То есть, в самом деле, люди нервничают, опасались. Беспочвенно или почвенно, я не знаю, но опасаются, потому что думают, что их лишат привычного инструмента, как для войны, так и для каких-то личных отношений. Значит, это первое. А кроме того, есть общий ажиотаж, это уже из вопроса, что называется, психологии и политики, вызван тем, что Россия ловко уцепилась, российские пропагандисты, представители властей и вообще народ, который активен, жизненно активен, за сам факт ареста Дурова. Несмотря на то, что он не совсем, так сказать, позиционировался, как прокремлевский человек, тем не менее, вот он, наш русский человек, арестован, вроде бы как свободу слова, что называется, затыкают рот. Вот есть такой мессенджер, телеграмм, миллиард людей во всем мире пользуются, все довольны, или почти все довольны, и вот тебе, пожалуйста, ни за что обвиняют в какой-то ерунде, затыкают рот, а нас самих в этом обвиняют. То есть, это приятный повод, и такой очень интересный, ухватиться за это в рамках пропагандистской войны, в рамках вот этой такой медийной кампании, и это было бы естественно, это абсолютно естественно, было бы удивительно, если бы им не воспользовались. А далее будем видеть, как будет развиваться само это дело, в чем конкретно обвиняют, насколько это будет выглядеть убедительно, и так далее, и так далее, и от этого будем отталкиваться. Но, на мой взгляд, уцепиться именно за это, закрывают рот тех, кто сами якобы являются поборниками свободы слова, затыкают рот силовыми методами нашим русским людям, и не важно, что не так давно, это был не совсем наш русский человек, насколько я понимаю. Я думаю, что вот это главная составляющая. Кто-то и реально боится за тот инструмент, к которому привыкли.